Лукашенко все еще не может поверить в свою несостоятельность в удержании экономики. Поиск виновных продолжается и уже даже выявлены шпионы на предприятиях. Видимо, это те самые, которые еще год назад так смело кричали ему «Уходи!» прямо в лицо. Шпионы, по мнению нелегитимного, доносят о том, как он пытается обойти санкции, дабы изо всех сил удержать экономику на плаву. Сегодня Лукашенко на встрече с министром промышленности Пархомчиком и курирующим эту сферу вице-премьером Назаровым подчеркнул, что знает, как минимизировать воздействие санкций. Сообщил, что уже несколько шпионов было выявлено, и они за свои действия ответят по полной. Скорее всего, речь идет о порядке 11 задержанных сотрудников Гродноазота, БМЗ и БелЖД. Все задержанные заявили о забастовках на своих предприятиях. Некоторые из них сейчас помещены в СИЗО КГБ, дальнейшая их судьба неизвестна. К сожалению, шутки про то, что дед забыл принять таблетки, перестают быть шутками, и белорусский Дон Кихот продолжает сражаться и побеждать ветряные мельницы. Столичные отели нашей страны стали получать письма с угрозами нападения и объявления войны. Об этом сообщает признанный в Беларуси экстремистским телеграм-каналом «А только помоги». В письме исламистская повстанческая группировка Хаят Тахрир Ашам, которая участвовала в сирийской гражданской войне, обещает мстить за своих братьев, которых в Беларуси обманывают, забирают у них документы, деньги и мобильные телефоны. Такие действия террористы назвали объявлением войны их вере, поэтому они готовы сражаться за своих братьев. Примечательно, что письма приходят якобы с рабочей почты Белави, а в связи с чем появляются большие сомнения в том, что принадлежавшая когда-то Калькаиде террористическая группировка занимается такими нелепыми угрозами в адрес белорусских гостиниц. Все это напоминает случай с захватом самолета Рейнеир. Тогда нелегитимная власть вынужденную посадку лайнера оправдала неким письмом, якобы полученным от организации ХАМАС, которая впоследствии заявила, что не имеет к инциденту никакого отношения. Что ж, ждем на провластных телеканалах очередное расследование о том, как Хаят Тахри Рашам во главе со Светланой Тихановской пыталась напасть на Григория Азаренко и вырвать ему язык. Может, хоть им удастся. Беларусь окажет Венесуэле гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом стало известно из постановления так называемого правительства. В документе, опубликованном на национальном правовом портале, сказано, что в помощь войдут лекарства и средства индивидуальной защиты, общая стоимость которых составит более миллиона рублей. Не стоит забывать о том, что транспортировка подобной помощи тоже имеет свою цену. В 2010 году, например, когда Венесуэла пострадала от сильного наводнения, Беларусь тоже отправила туда вещи, на перевозку которых было потрачено порядка 400 тысяч долларов. И тут возникает вопрос, откуда деньги на такой невиданный аттракцион щедрости или у нелегитимного для Мадуро есть какой-то особый подарок, который будет выслан под видом гуманитарной помощи. Минздраве, наверное, решили, что в период бушующей в нашей стране четвертой волны коронавируса, когда медикам урезают ковидные надбавки, в больницах не хватает мест и СИЗа в самое время помочь другим странам в борьбе с пандемией. Кстати, недавно такую помощь наша страна оказала Кубе в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Чего не сделаешь для своих друзей по диктаторскому цеху. Три года колонии общего режима получил житель Речицы Константин Михальцов за то, что 9 августа прошлого года вышел на главную площадь своего города. Якобы перекрывал движение автотранспорту, давал негативную оценку Лукашенко в телеграм-каналах, а также осмелился защитить молодого человека, которого в ночь после выборов пытались брутально задержать так называемые правоохранительные органы. Кроме того, мужчину обвинили в насилии в отношении сотрудника милиции. Насилие при этом заключалось в том, что Константин просто толкнул его в спину. Сам потерпевший сотрудник Реческого РУВД Дмитрий Гарай смог оценить это как некое воздействие, а также добавил, что почувствовал, наверное, какую-то минимальную боль. Этих показаний было достаточно, чтобы отправить невиновного человека в тюрьму и отсудить у него 2000 рублей за воздействие, не повлекшее за собой никаких травм. Кстати, приговор выносила известная штамповщица политических дел судья Марина Кацуба. Та самая, которая совсем недавно осудила на два года домашней химии 65-летнюю больную онкологией пенсионерку Людмилу Хлусевич. До суда пожилую женщину так замучили допросами, что она даже написала предсмертное письмо, в котором просила винить в ее смерти государство. Что ж, судя по всему, Кацуба не совсем дружит с уголовным кодексом, иначе понимала бы, что за ее неправосудные приговоры ей светит очень большой срок. Обыски неблагонадежных для государства фирм продолжаются полным ходом. В этот раз под раздачу попал молодеченский офис внешне Евросервис, здание которого принадлежит компании Инстрел. Сюда с самого утра ворвались люди в масках и с автоматами. На обыск это было мало похоже, скорее на захват заложников. Сотрудников продержали в офисе более 12 часов, не разрешая при этом поесть или даже сходить в туалет без присмотра силовиков. К слову, среди задержанных находились четыре беременные женщины. Сотрудников компании отпустили только ближе к ночи, изъяли технику, документы, опечатали имущество Инстрела. Что будет с организацией дальше, пока неизвестно, но уже на данный момент сотни ее сотрудников остались без работы. Налет на компании, которые хоть немного выбиваются из общего государственного строя, в нашей стране не новость. Как и не новость то, что сейчас не до законов, а поэтому кто не с нами, тот против нас и подлежит истреблению. Вот только не ясно, как в таком случае нелегитимный планирует поднимать экономику в стране, где и так уже одно выжженное поле. Друзья, сегодня в 20.00 на нашем втором канале Маланка Лайв смотрите ток-шоу «Народ спроси» с моими коллегами Катей Пытливой и Андреем Микрюковым. Обсудим, как выжить в новую волну пандемии, возможно ли военный конфликт с Украиной, а также смирились ли белорусы с Лукашенко. Я же прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем вечера и Жыве Беларусь!